Субтитры создавал DimaTorzok Итак, перед нами храм Бориса и Глеба в Киддикше, в резиденции Юрия Долгорукова на реке Нер. С восточным, видите, он абсолютно новый. Дело в том, что восточная часть разрушилась и была восстановлена заново. Следующий. Сам храм имеет самый вот этот вот вид. У нас, соответственно, с южной стороны показывает, что храм имеет уже одно усложнение по сравнению с Переславлем Залесским. Здесь у нас появляется аркатурный поясок. Он идет посередине, примерно на уровне хор. Он, собственно, отмечает ту зону, где должны в западном пресле начинаться хоры. Хотя, надо отметить, что в центральной части, например, никаких хор нет. Завершение было тоже по Закомарной. Обратите внимание, что, как и раньше, в русской архитектуре Закомары идут друг за другом. Над поиском есть очень небольшой пояс поребрик. Следующий. Да, вот мы здесь видим западный вход. Собственно говоря, здесь был какой-то притвор, который заменен на поздний. И теперь внутрь мы можем... Теперь мы оказались с вами внутри и смотрим на запад. Вверх подняли глаза. Видите хоры, да? Хоры у нас частично перестроены, но частично восходят к старому храму. И если вы теперь опустите взгляд вниз, вы увидите, собственно говоря, западные три ячейки. Если вы посмотрите в боковую, в угловую ячейку, увидите систему перекрытий. Это так называемая провинциальная система перекрытий. Напоминаю, где одна подпруженная арка выше, а другая ниже. Теперь, если вы опустите взгляд совсем вниз, под ноги, вы увидите, что за такой вот решеточкой, да, восьмиугольной, есть круг какой-то в земле торчит. Это у нас, собственно говоря, умфау. Умфау – это круглая плита в центре храма. Это литургическое устройство, место, на которое должен был вставать еписк. Справа вы с ужасом увидите собор Тона, такой комод, да, с синими куполами. Отвернитесь от него. Я в казах, чего всегда предлагают снести, когда мы приезжаем туда. И посмотрите налево. Налево вы с вами увидите храм уже 18 века, который соседствует с постройками Андрея. Дело в том, что гумен, который в 18 веке хотел сделать храм посветлее, растесал слишком стены, и стены рухнули храмы. Поэтому сохранить только мудритные части. Зато сохранилась уникальная постройка светской архитектуры башни и переход. Какую инновацию по сравнению с архитектурой Юрия мы здесь видим? К аркатурному поясу с полябриком добавляется у нас что еще? Добавляется колончатый пояс. Причем эти колонки могут как опираться на отлив, это в верхнем ярусе, так и висеть на капительке. Следующая. Свобода, свободы настоящих. Эти капительки будут различным, эти простите, консоли будут различным образом украшены. Мы еще с вами это увидим. Мы обошли эту башню с другой стороны и видим теперь с вами тройное окно. Но не византийского типа тройное окно, которое мы видим, а типично романское. С такими маленькими низкими колонками и пропускающие довольно немного света. А если вы опустите взгляд вниз, вы увидите, что за этими чрезвычайными цветочками есть такая дверка. Вот сейчас мы попробуем войти внутрь этой двери, и мы окажемся в самом трагическом месте русской истории этого периода, месте, где был убит князь Андрей. Князь Андрей был ранен в своем борце, убегая от убийц, он перешел в башню. И вот в этой башне в 19 веке была создана рост, можете во все стороны ее посмотреть. Это сцена убийства князя Андрея. Собственно говоря, Андрей прошел в эту башню, где мы сейчас находимся, спустился вниз дальше по лестнице. Вот там дверка слева, может, вы видели. Значит, затем спрятался под лестницей, но там убийцы его настигли и закололи. Убийцы были потом наказаны, а князь Андрей был прославлен в лике цветы. Вот мы с вами посмотрели, собственно, саму Боголюбу. Можно теперь на четыре... А, интерьер, обратите, еще у нас есть интерьер, да, я забыл. Храм самого. В интерьере храма, нас будет интересовать, не верхние части, здесь все это. Обратите внимание направо в неисходное весно. Очень странный пол. Не смотрите на зеленую плесень, это не эпоха Андрея Боголюбского, эпохи после раскопа и реставрации. Это пол из меди. Эта нить была полированная, и это давало совершенно фантастический эффект. Пойдите, сзади попросите себя тоже. Фантастический совершенно эффект блеска. Теперь посмотрите на основание колонны. Все видят круглое основание колонны, да? Все наверху, это более поздние древние колонны были круглыми. И это опять подражание колоннами, идущие из романской архитектуры. Справа от полукруглой колонны блок. Да, уникальная совершенно капитерия с различными головами на четыре стороны. Кроме того, мы знаем, что в самом храме капитерии были бронзовые. Ну, во-первых, спасибо вам за такой интересный опыт. Мне очень понравилось. Я вообще-то сама из Владимира, поэтому я многие памятники видел вживую. Но технологию виртуальной реальности мне позволила на них взглянуть под неожиданным углом. Больше всего мне, наверное, понравились кадры, снятые с воздуха или с высоты. То есть каких-то точек, с которых обычный человек посмотреть не может. Ну, и мне кажется, что этот формат, в принципе, для лекций по истории искусства, по истории архитектуры, он проходящий. Но единственное неудобство в том, что ты не можешь записывать лекцию, пока ты смотришь почти виртуальную реальность. Меня зовут Степана Елизавета. И на самом деле это был очень интересный опыт, потому что, ну, это какие-то поразительные впечатления. То есть создавалось полное ощущение реальности происходящего. И в какие-то моменты становилось даже немножко страшно, особенно когда мы находились, ну, в кавычках, находились на большой высоте. Ну, меня как бы захватывало дух от переизбытка впечатлений. И я считаю то, что это поразительно и прекрасно, особенно для искусствоведа, потому что мы имеем прекрасную возможность посмотреть на всё поочию. И я надеюсь, что эта функция будет в дальнейшем развиваться и распространяться. Часто бывает так, что нет возможности просто поехать и всё здесь вживую. И благодаря тому, что вы нам предоставили директику, мы смогли увидеть всё своими глазами. И действительно, это очень реалистично на самом деле. Спасибо вам. Осталось смотреть и одновременно записывать лекцию? К сожалению, я очень тяжело переношу VR. Мне очень плохо становится. Мне то же самое с видео 60 FPS меня укачивает, поэтому это не мои технологии. Меня зовут Екатерина Мишалкина. И я, во-первых, хочу поблагодарить за возможность в таком формате прочувствовать памятники. Но действительно, вы задавали вопрос, возможно ли одновременно конспектировать и рассматривать. Но это очень сложно. Поэтому приходилось либо отрываться, либо обещать слепую. Но, с другой стороны, у меня пока никаких идей, как можно было решить эту проблему. Так что, наверное, это не относится к самой технологии. Но, кстати, возможность слепой печати, она же решит проблему. Ну, я считаю, что это очень продуктивный формат. Что, ну, одна из главных проблем со слайдами, что ты не можешь там соотнести, со слайдами обычными, что ты не можешь соотнести как бы себя с архитектурой и понять масштаб. А это в архитектуре очень важно. А для пространства ты это можешь сделать. Продолжение следует...